Друзья, всем доброго утра! С вами Минавит Онлайн, Алена Васильева. Мне буквально два дня назад попалась на глаза издание статья уже бывшего для меня демократического издания нашей Нивы, перепечатка другого демократического издания Новый Час. Статья, на мой взгляд, темник. Как и все статьи, практически всех, к несчастью, бывших белорусских демократических СМИ, которые полтора года отрабатывают исключительно повестку, необходимую пророссийским оппозиционным штабам. Полтора года мне не позволяют сомневаться в этом. Это мое личное оценочное осуждение. И я думаю, что многие зрители нашего канала с этим согласны. Так вот, статья о том... Статья, на самом деле, сравнительная. Статья о белорусских протестах в связи с казахстанскими протестами. Когда-то Лукашенко сказал, что ему очень повезло с народом. К сожалению, за все эти годы мы не доказали обратное пока. А Нью-оппозиции, которая, на мой взгляд, находится в тупиковой для себя ситуации, очень повезло с событиями в Казахстане. Для того, чтобы вновь заговорить о том, как же все-таки хороши были цветочки. Статья так и называется. Кветочки-ти-арматура. Казахстан дае отказ на головное пытание протесту. Белорусские кветочки оказались лепшие за казахстанские ягодки. Пишу новый час и, напоминаю, перепущивает наша Нива. Я просто зачитываю некоторые моменты. Вы можете остановить и посмотреть скриншот. Выглядало все эффектно. Однако, увы, никуда перемоги не провело. Пишу выдание. Больше затое в Украине заявились российские войски. Забавно, что вы вдруг вспомнили о Российской Федерации и о российских войсках. Да, это трагедия. Они появились в Казахстане. Еще раз говорю, что мы сейчас не обсуждаем сложные события трагические в Казахстане. Что с чего начиналось. Чем может закончиться и так далее. Мы это делаем в других программах. Речь идет о Беларуси. Так вот, а скажите, пожалуйста, у нас меньше сейчас российских войск? Или все-таки их стало больше? У нас вообще меньше стало после протестов, слитых Российской Федерации? Или она все-таки проникла во все области? Слитая экономика, образование, другие сферы. Она во всем. И напоминаю, авторитаризм превратился в кровавую диктатуру. Мы практически лишаемся остатков государственности и независимости. И сегодня постоим перед этой самой главной диремой. И ваше замечание здесь по поводу российских войск, мне кажется, совершенно неуместным. Продолжаю. Что ж того, что 81-годовый Елбасы покинул свою житевую посаду у Радзи Баспеки? Ягод судовно заменить президент Такаил, и он признашить у Нового Радзи своих людей. И вуаля! Со старелого кировника заместить больше молодые на выгляд интеллигентный, с хорошей фрезурой на чистом бреолине. Ребята, не собираясь менять систему, оставаясь в союзе с Российской Федерацией, выполняя ее требования, неужели Бабарико, Тихановская или кто-то другой был бы другой фигурой? Все было бы то же самое, если мы не боремся с системой, мы выполняем ее требования, и, соответственно, наша фигура была бы такой же интеллигентной, молодой, набреолиненной, но такой же по сути. И, раз вы отмечаете это здесь, совершенно очевидно, что вы понимаете это. Вы понимаете это, но не применяете к Беларуси. А это, простите, историческая подлость. Продолжаю. Головная навод не у гэтым, а уводзе Украину войск АДКБ, означая газета. По АДКБ хотелось бы остановиться отдельно. Вы понимаете, что вот войск АДКБ в Казахстан – это очень плохо. Но при этом вы до сих пор не призываете в своих действиях, обозначая свои цели конечные, выход Беларуси из состава АДКБ. То есть вы играете по-прежнему в дурку, как бы не понимая биполярность сегодняшнего мира, и что, находясь в этом союзе, мы находимся по ту сторону цивилизации, и рано или поздно по определению должны были оказаться в подобной ситуации. И если полтора года назад Лукашенко еще говорил о том, что в Украину он заедет только на тракторе, то сейчас мы видим совершенно другое. И к этой риторике мы вернемся в конце видео. Увы, нику того, что ситуацией скоростались криминал и мародеры, протест – страстью симпатии насильства. А каким образом вы понимаете, что протест потерял симпатии населения? Откуда вам это понятно? Что это за нарратив? Платформа «Голос» подключена к подсчетам голосов? Или у вас есть какие-то другие источники? Вы проводите какие-то социологические исследования? А вот здесь как раз про проект. Когда люди хотят что-то поменять в собственной стране, им чхать на международную поддержку. Да, замечательно, если она есть. Но руководствуются они совершенно другим. Я полтора года, не только здесь. Слышу и в статьях, и на Фейсбуке от лидеров, неизвестно чего, этот нарратив. Что если бы, возможно, мы там к чему-то другому призывали, или что-то как-то бы действовали, возможно, мы не получили бы международной поддержки. То есть речь шла не о победе. Вы не собирались побеждать. А вот международная поддержка, когда ты представляешь жертв, и чем их больше, тем лучше, она, конечно, обеспечена. Особенно в виде грантов. И так можно действовать вечно. Если же я ошибаюсь, и вы каким-то образом собирались побеждать, то и способы были вами обозначены. Я напоминаю слова о том, что была надежда на близкрик. Я напоминаю слова о том, что если бы Россия помогла, то она бы вышла в лице, в глазах белорусов, освободителем и победителем. Поэтому есть ли шансы у России поменять ситуацию? Потому что она бы вышла в глазах белорусов в августе, в сентябре, может, еще даже в октябре, победителем, спасителем, таким, вы знаете, освободителем от узурпатора. То есть речь шла фактически о помощи в виде оккупации Российской Федерации. Тему же так званый радикальный протест медь больше цивилизованный выгляд. Во Украине у 2014-м сдается было иначе. Однако это не уратовало небесную сотню. У Кыргызстана иначе они як не отрымливаются, хотя революции там отбываются с фантастичной регулярностью. Як было бы у Беларуси, нам так само не вядомо, то мусить и оно, и добро подчеркивает новый час. То есть как было бы в Беларуси, нам неизвестно, поэтому оно и хорошо, как есть. Возмутили, конечно, слова меня о небесной сотне Украины. Напоминаю, что небесная сотня и национальная сплоченность привели Украину к победе. И в сегодняшних военных условиях войны с агрессором неизбежны. Тем не менее, Украина – демократическое европейское государство. Пускай со своими болезнями роста, на которые вы часто очень уповаете, пытаясь дискредитировать Украину то там и там, но Украина – это европейское, демократическое государство. Небесная сотня отдала свои жизни не зря. Как бы больно это ни звучало. А сколько у нас погибших? Вы знаете? Я не знаю. И вряд ли кто-то может их подсчитать определенно. А сколько их еще будет? Людей, которые просто погибли. Погибли совершенно ни за что. Люди, которые сегодня сидят в тюрьмах, и неизвестно, чем закончится это сидение, и как закончатся эти сроки, и как будут отданы эти жизни. Поэтому сравнение настолько некорректно, что посоревноваться в этой некорректности вы можете только с официальным Минском или с Российской империей. Ориентованность на смены, незадоволенность уладами и прогрессивная электоральная большесть никуда не делися. И княдеусе вось одрузнение и сам процесс, який протягивается, не глядыш, не наякие заходы режима. Ось у гэтом и ёсь первага белорусских кветочек перед казахстанскими ягодками. Недовольство режимом у нас уже 30 лет почти, 27. И были моменты, когда недовольства было гораздо больше. Но никогда мы не находились в такой патовой ситуации. Недовольство режима той части, которая уехала и не особо может воздействовать. Части, которая сидит. Части, которая просто боится и находится во внутренней иммиграции, разуверившись в том числе и в оппозиционном движении благодаря вам. Плюс вы так здорово дискредитируете национальное движение, так здорово занимаетесь дискредитацией всё это время того же Зенона Позняка. Напоминаю, что партия БНФ единственная сила, которая выступала против вхождения Беларуси в состав ОДКБ. И я думаю, что многие молодые люди, рождённые в августе 20-го, этого даже не знают. не знают, что благодаря Позняку, партии БНФ и другим патриотам, ещё раз напоминаю, я об этом говорила в прошлом видео, мы имеем независимость, пусть в том виде, скороченным благодаря Лукашенко, который есть. так, в чём же победа цветочков? Я сейчас хочу поставить видео, которое показывает истинное положение вещей. В этом видео мы сегодня перед всем миром вот такие, именно такие. и перед украинцами, и для украинцев мы становимся такими, потому что воспринимается всегда средняя температура по больнице. Да, и в России есть приличные люди, но Россия воспринимается как враг, потому что есть российский режим, которому население не противодействует. И более того, этот режим – продукт ментальности самого населения. Должен вам сказать, что этот год будет непростым. Мир изменится серьёзнейшим образом. Мир изменится в плане объединения народов и государств в союзы. Таким государством, как мы в одиношку, не просто будет трудно выжить, будет невозможно. Поэтому я и взял более жёсткий курс на то, чтобы сохранить нашу суверенитет и независимость, чтобы мы были государством, но мы были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями. Кто это? Это Россия. Это Казахстан. Это Украина. Не важно, что там происходит сегодня. Там народ обездолен до крайности. Так долго продолжаться не может. Казахстан это попытка атаковать постсоветские государства по периметру России. Им нужно утопить в крови Россию. Ещё раз повторяю, если рухнет Россия, то мы даже не заметим, где мы окажемся. Вот через нас просто перешагнут, как я говорю, в жерновах перемелят и выплюнут. Для нас очень важно остаться независимым государством, управлять своей страной, жить мирно и спокойно и дружить, быть в теснейшем союзе с нашими соседями, с теми, кто хочет с нами жить вместе и кто нас понимает. Учимся говорить правду вместе. С неё всё и начинаются. Те глубокие изменения, которые должны произойти. Живе Беларусь, слава Украине, всем хорошего дня, всем хорошим людям, патриотам Беларуси, Украины, с незаширенными мозгами, ну и тем, кто просто спит, желаю проснуться. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова